МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире новости седьмого канала. В студии Наталья Архипова. И сейчас коротко о главном. Грязное местечко. Вся грязь с этих отходов, она у нас проникает через почву подземной воды. И подземными водами, рядом там располагается частный сектор, попадает непосредственно в колонки, с которых люди пьют. В Красноярске появился еще один новый снеготвал. Почему он сразу превратился в помойку? И как с этим будут бороться городские власти? Благоустройство Красноярска. Берег, конечно, благоустроить очень даже надо, чтобы где-то поставить беседки, где-то детскую площадку. Ту же песочницу для детей. Социальный городок и новая набережная появятся в краевой столице, где их будут создавать. Деньги в чужом кармане. Тысяч 40, мне кажется. Тысяч 60. 50-40. 60-40. А как считаете, какая должна быть? 100. 150. 151. Ну, побольше. Чем больше, тем лучше. Специалисты назвали среднюю зарплату по краю. Она составляет больше 77 тысяч рублей в месяц. Кто зарабатывает такие деньги и сколько все-таки нужно красноярцам? Есть вопрос? Химическое вещество разрушается. И данный препарат, он не только не поможет вашему питомцу, но может и нанести вред, колоссальный вред. Можно ли повлиять на расширение дорог в Красноярске? И стоит ли лечить своего питомца ветеринарными препаратами, купленными в интернете? Ответы в нашей постоянной рубрике. Снегоотвал на окраине Ленинского района превратили в несанкционированную свалку. Помимо грязного снега, сюда свозят промышленные и коммунальные отходы. Покрышки, строительный мусор и горы пластика. А сегодня неизвестные начали убираться на свалке. Кто этот таинственный уборщик, не знают даже городские власти. Почему эта свалка может привести к большой экологической катастрофе? В сюжете далее. Недалеко я здесь живу. Постоянно вижу, как грузовики с мусором периодически проезжают. Это несмотря на то, что при въезде на этот снегоотвал на окраине Ленинского района висит объявление с вполне конкретной надписью «Свалка мусора запрещена». А вот сегодня отходы сюда не привозят, а наоборот вывозят. Несколько КАМАЗов в спешке грузят содержимое снегоотвала и уезжают. Хотя больше для этого места подойдет название «Свалка». Помимо грязного снега, на котором вся техногенная грязь улиц, нефтепродукты, выбросы от машин, предприятий и частного сектора, здесь расположились промышленные и коммунальные отходы. Покрышки, строительный мусор и куча пластиковых бутылок. Кто-то даже диван сюда подвез. Ажиотаж поднялся после того, как в Набат в своем телеграм-канале забил эколог Павел Гудовский. Он побывал здесь и опубликовал видео. По его словам, грузовики приезжают сюда каждые полчаса и вываливают отходы, а бульдозер распихивает это все добро по краям территории. Снежные и мусорные горы достигают 6 метров. Просто так взять и высыпать опасную груду, где вздумалось, не подготовив это место, нельзя. На данном объекте нет ни ограждения, нет специального слоя пленки, которая должна быть на дне. Вся грязь с этих отходов, она у нас проникает через почву подземной воды. И подземными водами рядом там располагается частный сектор, попадает непосредственно в колонки, с которых люди пьют. Что за злоумышленники свозят сюда мусор со снегом, сейчас предстоит выяснить правоохранительным органам. Ведь если этого не сделать, разбирать завалы предстоит за счет горожан. Деньги на это должны пойти из бюджета. Известно, что этот участок выделили как дополнительное место для временного складирования снега. Однако пока городские службы официально им пользоваться не начинали. Поэтому вся свалка, которая сейчас там есть, она незаконная. По этому поводу уже написано обращение в полицию со стороны СТП, потому что именно эта организация отвечает за состояние этого снегоотвала. Ну, соответственно, будет проведена проверка. Если будут установлены нарушители, то за их счет будет убрана эта свалка. Вопрос, кому понадобилось убираться на несанкционированной свалке, пока остался без ответа. Но не секрет, что сюда свозят отходы уже не один год. Так, в феврале 2021-го здесь полыхал мусор на площади в 500 квадратных метров. Несколько суток пожарные боролись с огнем. Это не единственный сомнительный снегоотвал в городе. Так, на высотной, на месте бывшего рынка в Октябрьском районе, раскинулись грязные горы высотой с трехэтажный дом. Ситуация аховая. Несмотря на то, что снегоотвал официальный, в соответствии с нормами он не оборудован. Если к весне тонны грязного снега отсюда не вывезут, он растает, и опасные воды попадут в ручей Серебряный, протекающий здесь. По нему вкачу, а оттуда течение понесет их в Енисей. Елисей Савлюк, Виктория Мартоник и Валерий Чащин. Седьмой канал. Режим неблагоприятных метеоусловий снова продлили в Красноярске, пока еще на один день. Теперь он будет действовать до 19.00 24 января. Режим черного неба ввели еще в прошлую пятницу. В этом месяце он действует уже второй раз. Сначала неблагоприятные метеоусловия были в городе с 4 по 8 января. Получается, что 10 из 24 январских дней в городе – черное небо. За прошлый же год в общей сложности режим НМУ действовал в городе 42 дня. Также сейчас режим объявлен в Минусинске. Жителям этих городов советуют не открывать окна в квартирах, чаще проводить влажную уборку, пить больше чистой воды, заниматься спортом и реже бывать на улице. Во время действия режима НМУ министр экологии края посетил цементный завод и проверил корректировку на производстве и снижение выбросов. Михаил Котюков проведет заседание по экологии после многочисленных жалоб красноярцев. В Крывой столице уже несколько дней действует режим неблагоприятных метеорологических условий и люди массово жалуются на грязный воздух, в том числе и пишут об этом в комментариях в телеграм-канале губернатора. Глава региона решил в ближайшее время собрать общественный экспертный совет. Он начал свою работу в сентябре, в него входят эксперты федерального и краевого уровней. Опять же, в комментариях красноярцы очень просят не только обсуждать, но и решать проблему конкретными действиями. Жить напротив старых гаражей, а гулять вдоль мусорных рек – это не какой-то сценарий к фильму ужасов, а повседневность части жителей железнодорожного района. Долгожданного благоустройства им пришлось ждать несколько лет, но и здесь возникли проблемы. Какие именно, разбиралась Дарья Морева. Я гуляю с собакой здесь. Конечно, хочется, чтобы все это благоустроили, чтобы было красиво. По этой набережной Бугача Ольга Алехина гуляет каждый день. Но наслаждаться природой у нее не получается. Дорога вдоль реки покрыта ледяной коркой, берег завален мусором, освещения здесь практически нет, а одежду цепляют старые засохшие ветки деревьев. Жители ближайших домов на улице комбайна строителей преодолевают такие препятствия регулярно. Ведь это не только самая быстрая дорога к остановке, но и единственная прогулочная зона во всей округе. На этой территории я живу уже 35 лет, поэтому ничего не менялось. Вот как это все есть, так и есть. Берег, конечно, благоустроить очень даже надо, чтобы где-то поставить беседки, где-то, значит, детскую площадку, ту же песочницу для детей. Пока детям приходится ходить в песочницу в соседних дворах. Ведь играть на набережной не просто негде, но еще и опасно. Однако местные уже устали от вечного беспорядка и начали массово голосовать за благоустройство. И в итоге добились своего. Уже в этом году сухие деревья заменят на свежую зелень. Разбитая дорога превратится в брусчатку, над рекой раскинется мост, а на месте пустырей возникнут игровые и спортивные комплексы. И, конечно, позаботятся о состоянии самой реки. С этой стороны, и с той стороны, по возможности, уберем все бетониты отсюда, вылезем из мусора. Ну, мусор это, конечно, и русло будет даже хорошо. И русло будет чисто, чтобы проточность была. Начать благоустройство этого участка обещают в марте, как только установится теплая погода. А пока жителям придется еще немного потерпеть. Но это не единственное место в железнодорожном районе, которое требует особого внимания властей. Так, на пересечении улиц Омской и 8 марта уже третий год строится социальный городок. На месте старого пустыря с гаражами должны появиться детский сад, школа на 1100 мест, спорткомплекс, футбольное поле и даже библиотека с кинотеатром. Однако с тех пор здесь поставили только один детсад и каркас будущей школы. Здесь была воинская часть и очень много заброшенных сетей. Поэтому трудности были в переносе сетей. Это канализация, водопровод, который относили из пятна котлована. Подрядчики сделали выноску. После этого мы приступили к земельным работам. Здесь будет дорога от Красно-Московской проходить. Кусок частного сектора снесется и будет дорога, чтобы были подъездные пути к школе. Изначально этот участок собирались отдать под строительство очередного микрорайона с 12-этажными домами. Но в итоге на этом месте решили воплотить проект, который сразу же назвали уникальным для нашего города. В частности, из-за того, что здесь вообще не будет жилых домов, а лишь объекты инфраструктуры. Причем в большинстве своем именно для детей. А чтобы сюда было комфортнее добираться, дороги немного расширят и добавят к ним новые остановки. У нас очень большие перспективы, запросы жителей и очень большие пожелания. Приступили к строительству школы. На сегодняшний момент 28% исполнения по строительству самого объекта. Надо было снести часть гаражей, надо было демонтировать забор, привести границы земельного участка в соответствие с проектами планировок и все, что нужно было для того, чтобы начать строительство объекта. Завершить строительство детской школы планируется лишь в сентябре 2025 года. А вот когда жители смогут посетить другие объекты образовательного кластера, неизвестно. Ведь денег на все эти постройки пока нет. Дарья Морева, Дмитрий Комаров, Седьмой канал. Переехал на машине, а после задушил. Следователи раскрыли дело 20-летней давности. Тогда, в 2003 году, из поселка в Увенкийском районе пропала 17-летняя девушка. Ее поиски не дали результата. Спустя 20 лет следователи снова вернулись к делу. Выяснили, что девушку убили и даже задержали подозреваемого. Им оказался житель Красноярска. На допросе он рассказал, что позвал девушку кататься на машине. Повез ее в лес. Но по пути молодые поссорились. Несовершеннолетняя выбежала из машины. Тогда мужчина намеренно переехал ее, а затем задушил. Тело он спрятал в лесу. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Прямая линия с руководителем главного следственного управления края Алексеем Ереминым пройдет завтра с 10 до 11 часов. Граждане могут обратиться с любыми вопросами, которые относятся к работе следственного комитета. Также можно будет оставить заявление и обращение о нарушении своих прав и свобод. Все звонки, поступающие на телефон, прямой линии будет принимать оператор. И после обработки всех данных осуществлять соединение с главой СК. Телефон для звонков вы сейчас видите на своих экранах. Серийного угонщика велосипедов поймали в Красноярске. Теперь он предстанет перед судом. Прошлым летом жители Свердловского района стали заявлять о пропавших из подъездов в велосипедах. Все потерпевшие пристегивали свой транспорт тросом. Его злоумышленник перекусывал подручными средствами. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Всего он украл 22 велосипеда на 400 тысяч рублей. Покищенный мужчина сдавал в ломбард, а деньги тратил на личные нужды. Сейчас преступник ждет приговора под стражей. 33-летний мужчина едва не погиб от отравления угарным газом в собственном автомобиле. Накануне он купил новый УАЗ «Патриот» в Иркутске и ехал на нем домой в сторону Новосибирска. По дороге мужчина почувствовал неприятный запах, остановился и позвонил отцу, чтобы сообщить ему о возможной поломке. На его припаркованный у дороги автомобиль в Ачинске обратил внимание местный житель. Он дважды за сутки проезжал мимо. Мужчину насторожил заведенный двигатель, и он решил выяснить, в чем дело. Внутри салона находился водитель, но он был уже без сознания. Житель Ачинска сразу же вызвал на место полицейских. Они вытащили пострадавшего из закрытого авто. Сейчас он находится в больнице под присмотром врачей, а его автомобиль пока поместили на спецстоянку. Когда Михаил Котюков успевает заниматься семьей, почему вместе с министрами не стал отдыхать в новогодние праздники, и что думает о черном небе? Об этом и многом другом мы почти час проговорили с губернатором в студии «Семь». Не обошли вечную тему метро, обсудили стиль управления главы региона и задали несколько личных вопросов. Ответы на них в четверг в студии «Семь» в 20.00. Когда все в порядке, мы все сделаем. И неделю ничего не происходит. Вторая неделя, и опять ничего не меняется. Вы лишили новогодних каникул чиновников? Ну, знаете, восемь дней для чиновника отдыхать – это очень сложно. Вы богатый папа, у вас четверо детей. Вы всегда мечтали о многодетной семье? Ты сегодня на работу? Да, сегодня на работу. В субботу просыпаешься. Ты сегодня на работу не пойдешь? Я говорю, ну, сегодня немножко схожу, до обеда только схожу и скоро приду. У вас какое-то небывалое количество встреч, может быть, в день мероприятий, там, 13 и больше? Не все легко и не все быстро. Но здесь мы не остановимся. Вы сами читаете обращения людей? Или у вас есть какой-то штат специальный? Практически достал телефон, так снял. Вот это как бы картинка исходная. Что, пора вас отпускать, да, Михаил Михайлович? Уже существенно сорвали ваш график. Вы смотрите новости седьмого канала, телефон редакции 2-900-333. Мы продолжаем выпуск. 77 тысяч 300 рублей – это средняя зарплата людей, живущих в нашем крае. Об этом сообщили специалисты Красноярскстата. По их данным, оплата труда за год выросла больше, чем на 12%. Так, работники сферы добычи полезных ископаемых в среднем получают около 150 тысяч рублей. А специалисты сельского хозяйства – до 52 тысяч. Вот и выходит, что в среднем по региону жители получают около 77 тысяч рублей. Мы решили поинтересоваться у красноярцев, а как они считают, какая средняя заработная плата в нашем крае, а также, какую они хотели бы. Вот что они ответили. Какая она? Ну, должна быть около примерно 100 тысяч. Сколько? 100 тысяч. А как считаете, какая она по факту? А по факту намного меньше. Ну, конкретно сколько? Ну, тысяч 40. В Красноярске средняя зарплата, какая она? Ну, я даже не скажу. А можете предположить? Ну, наверное, тысяч 30 или 40, где-то так. А как считаете, какая должна быть? Ну, тут как скажешь? Чтоб на все хватало. А на все хватало, ну, наверное, 80 или 90. Ну, не знаю, на тысяч 30, наверное. 30 в среднем? Да. А какую бы хотели получать, скажите? Ну, тысяч 40 хотели. Понятно. А вот статистики Красноярске провели анализ, сказали 73 в среднем. Что можете сказать по этому поводу? Ну, я не могу ничего сказать. Тысяч 40, мне кажется. Тысяч 60. 50, 40. 60, 40. А как считаете, какая должна быть? 100. 150. 100, 151. Ну, побольше. Чем больше, тем лучше. Да. А вот статистики Красноярск-Стат провели анализ, опрос. И по их данным, средняя зарплата в Красноярске 73 тысячи рублей. Как считаете, это правда? Мне кажется, нет. Мне кажется, да. Владимир Путин закрепил единый статус многодетной семьи в России. Он будет устанавливаться бессрочно для тех, у кого трое и больше детей. А вот получать меры социальной поддержки можно будет, пока старшему не исполнится 18 или 23, если ребенок учится очно. У семьи появится и специальное удостоверение. Также президентский указ определяет, на какую помощь могут такие семьи рассчитывать. Это, например, пособия и выплаты, досрочные пенсии матерям, бесплатные билеты в музеи и на выставки, а школьникам проезд в общественном транспорте. Многие меры из указа действуют в крае. Возможно, скоро появятся и новые. Мужчина из-за обиды на свою бывшую девушку сообщил полицейским, что у нее бомба. У жителей Абакана забрали частное озеро в пользу государства. А на Кубке Ивана Ярыгина сборная края выступит сильнейшим составом. Об этих и других новостях расскажем далее в двух словах. Уголовное дело возбудили на жителей Абакана заложенное сообщение о бомбе в аэропорту Красноярска. Мужчина сделал это из-за обиды на свою подругу. Он позвонил в дежурную часть и сказал, что его бывшая девушка имеет при себе опасный предмет. Правоохранители нашли ее, но при себе у женщины ничего не оказалось. Как выяснилось, мужчина был пьян, а подругу оговорил на почве обиды. У жителя Абакана забрали частное озеро в пользу государства. Местные чиновники распорядились землей вне закона и отдали ее предпринимателю. Мужчина захватил территорию, ограничил к ней доступ людей и требовал с рыбаков плату. Однако по закону свободный доступ к воде гарантирован государством. Прокуратура вернула 108 гектаров земли в федеральную собственность. Правоохранители подали в суд на муниципалитет и владельца участка. 80% красноярцев столкнулись с финансовыми трудностями во время поиска работы. Об этом сообщил крупный интернет-портал вакансий, проведя опрос. Согласно ему, тем людям, что ищет себе рабочее место, пришлось серьезно сократить свои расходы. Среди тех, кто не испытывал проблем с деньгами, красноярцы имеющие сбережения. Это IT-специалисты, менеджеры по закупкам и медики. На Кубке Ивана Ирыгина сборная Красноярского края выступит сильнейшим составом. Честь нашего региона будут защищать 12 женщин и 20 мужчин. Трое из них вошли в основной состав сборной России. Это Эрик Джиоев, Ханум Валиева и Ольга Хорошавцева. Соревнования пройдут в Красноярске с 25 по 28 января. Они соберут лучших представителей вольной борьбы. О своем участии в турнире заявили сборные Монголии, Ирана, Сирии, Китая и других стран. Можно ли станцевать генетику и спеть физику? Красноярский независимый театр «Вспышка» в тандеме с учеными Сибирского отделения Российской Академии наук создали научно-театральную лабораторию и попытались исследовать взаимосвязь науки и театра. Что из этого вышло, сегодня в студии 7 обсудим с художественным руководителем театра «Вспышка» Марии Булатовой и куратором лаборатории генетиком Мариной Смольниковой. Смотрите выпуск сразу после новостей. Как красноярцы могут повлиять на строительство дорог в городе и безопасно ли лечить своего питомца лекарствами из интернет-магазинов? Эти и другие вопросы зрители присылают к нам в редакцию. Мы продолжаем отвечать на них в нашей постоянной рубрике. Вот такую временную остановку склотили в Северо-Западном, пока возле постоянной. Меняют теплосети и пройти к ней нельзя. Местные жители пишут нам, что это даже остановкой назвать сложно. Самая настоящая будка, в которой нельзя защититься от снега или ветра и посидеть в ожидании своего транспорта. А стоит она здесь с осени. Да когда из этого сделают нормальную остановку? Остановку оборудовала компания СГК на время. Уже весной ее должны вернуть на прежнее место. Но в таком виде еще несколько месяцев она стоять не будет. Компания СГК поручила подрядчику доработать временную остановку. Сделать ее более комфортной. За работами будет следить администрация района. В подрядной организации знают о проблеме и на данный момент мы ведем с ними работу. К концу недели остановку обещают привезти в надлежащий вид или же заменить на другую. Во всяком случае меры будут приняты. В Красноярске объявлены публичные слушания по проекту уличной дорожной сети города. Если простым языком, то мэрия размежевала землю под строительство новых дорог и реконструкцию старых. И теперь просит красноярцев высказать свое мнение об этом. А также проверить, не заходят ли красные линии на дома и частные участки. Как это можно сделать и действительно ли слово «горожан» может стать решающим. Может, говорят специалисты, но не во всех случаях. Для каждой дороги есть нормативы, а потому где-то сузить ее или наоборот расширить не всегда возможно. В публичных слушаниях могут принять участие все горожане с пропиской в Красноярске. А также те, кто купил здесь квартиру, участок или другую недвижимость. Очный этап пройдет уже завтра в администрации Свердловского района в 18.30. В дальнейшем рассмотрит все эти предложения комиссия по публичным слушаниям и выразит свое мнение. Возможно учесть это предложение в рамках рассматриваемого проекта, либо нет. И даст соответствующую рекомендацию проектировщику. Сам проект можно посмотреть на сайте мэрии, а также в департаменте градостроительства и на Красрабе 126. Купить лекарство для своего питомца уже давно можно, не выходя из дома через интернет. Нажал на пару кнопок и ветпрепарат тебе привезли прямо под дверь. Но насколько безопасно покупать так лекарство и на что стоит обратить внимание? Если вы покупаете лекарство для животных в онлайн-аптеке, проверьте лицензию, сроки годности препарата и его маркировку. Она должна быть полностью на русском языке. А вот с маркетплейсов и вовсе не стоит покупать лекарства. Специалисты не уверены, что они правильно хранятся на складе. Если препарат хранится ненадлежащим образом, химическое вещество разрушается. И данный препарат не только не поможет вашему питомцу, но может и нанести вред, колоссальный вред. Если у вас есть свой вопрос, на который вы не можете найти ответ, задайте его нашей редакции. Мы будем разбираться вместе. Телефон 2900-333. Мы также на связи в мессенджерах и социальных сетях. Алифтина Сасова, Эдуард Баглай, 7 канал. Прогноз погоды представляет компания «Атрибуты здорового сна». Правильный матрас – это важно. Позвольте себе комфортно выспаться. И теперь информация о погоде. В среду, 24 января, в Красноярске облачно. Без осадков ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ночью 18 градусов холода, днем до минус 10. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2900-333. Присылайте фото, видео и сообщения на наши вайбер и ватсап. Номер 8 391 2900-333. А также в чат телеграм-канала. Ну и не забывайте о наших социальных сетях. С вами была Наталья Архипова. Всего вам доброго.